Продолжение следует... Не верится, что 10 лет назад мы тут встречались, казалось, с одной стороны совсем недавно, с другой стороны, если подумаешь, то уже очень давно. Мой доклад тоже по акцентологии, и я очень рад, что Владимир Антонович здесь сегодня с нами присутствует и своим критическим взглядом сможет это оценить. Я думал о том, как его скомпоновать, и в смысле вот у меня тут есть три идеи, о которых я хотел поговорить, но в конце концов я решил просто остановиться на хронологическом порядке, в каком я это постигал сам. Напомню о Евразийском языковом союзе, широко известном изобретении, можно сказать, Романа Васильевича и Капсона, который в 1931 году написал такую брошюру к характеристике Евразийского языкового союза, и в духе времени вот этого движения Евразийства выделил две замечательных черты фонологических, которые характеризуют большинство такой блок языков Евразии. Монотония и тембровые различия согласных, которые используются фонологически и выглядят как, функционируют как мягкостная корреляция. Тут полагалось бы, может быть, нарисовать карту, но карту я нарисовать не успел, хотя Евразию мы прекрасно представляем, и действительно, и Капсон огромный материал проработал, описание огромного количества языков, и получилось, что действительно со всех сторон, из северо-запада, из северо-востока и на юге есть языки, которые как раз отличаются от евразийских языков по вот этим параметрам, то есть они, наоборот, не монотонические, а политонические, и, с другой стороны, не имеют использования тембровых различий согласных для фонологических целей. Некоторые комментарии Екапсон посвящает языкам сингармонистическим и сразу настаивает на том, что сингармонизм — это замечательный термин, который лучше, чем термин, также используемый, гармония гласных, потому что сингармонизм касается не только гласных, но и согласных. Гармония гласных неразрывно связана с гармонией согласных. Одни слова состоят из мягких согласных и мягких гласных, другие — из твёрдых согласных и твёрдых гласных. Но для Екапсона важно, что эти тембровые различия, гласных и согласных, тоже имеют фонологическую значимость. Поэтому он такие языки сингармонистические рассматривает как хорошие представители Евразийского языкового союза, в которых тембровые различия согласных — это такая же мягкость, как в нашем русском языке. Известная идея, в университете на занятиях нам про неё рассказывали, всё было с ней спокойно, но исследования привели меня в своё время к Поливанову, к замечательному лингвисту с трудной, с тяжёлой и трагической судьбой, рукописями которого нам пришлось заниматься тут несколько лет, благодаря проекту по истории лингвистики отечественной. И был я, вот тоже нужно сказать, что по подсказке Вячеслава Всеволодовича Иванова, в Праге, будучи там по другим исследовательским делам, я зашёл в архив музея литературы национального, где есть фонд Якобсона, и там есть много материалов Поливанова, рукописей, которые Поливанов из Средней Азии посылал Якобсону, для того чтобы они просто сохранились или по возможности были опубликованы. Якобсон кое-что опубликовал, но многое, огромное количество материала осталось неопубликованным, и среди этого материала толстую папку занимает так называемая самим Поливановым квазирецензия на книгу Якобсона о Евросийском языковом союзе. Он называет её квазирецензией Поливанов, потому что это очень толстая работа получилась, она может быть толще, чем сама брошюра Якобсона. И там есть множество конкретных замечаний по анализу материала и несколько сугубо теоретических положений, в которых Поливанов с Якобсоном не то чтобы спорит, он очень с большим почтением к Якобсону относится, но делает некоторые критические замечания. И в частности, именно относительно сингармонистической мягкости. Поливанов пишет, что разница именно фонологическая между турецкой, например, сингармонистической мягкостью и русской мягкостью, независимой, настолько велика, что Якобсон, мне кажется, недооценивает её, когда вводит так смело турецкие сингармонистические чередования оттенков согласных под одну краску на карте изоглос с русским и тому подобным консонантическим дуализмом. Прочитав Поливанова, конечно, начинаешь думать, может быть, Якобсон, кто из них, так сказать, прав. Это будет некоторое размышление. И тоже можно другой ещё аспект упомянуть, это уже не в связи с квазерецензией, но тоже в связи с дискуссией Якобсона и Поливанова. Якобсон уже не в аспекте мягкостной корреляции, а наоборот в аспекте политонических и монотонических языков. Говорит, что политонические языки, в них будем включать и те языки, в которых у нас различаются мелодии слогов, то есть тоновые языки, может быть, в современной терминологии, и те, где взаимно противопоставлены мелодии целых слов, то есть языки с музыкальным ударением, ну вот типа болтославянского. Для Якобсона это один и тот же тип. Поливанов в своей опубликованной работе, в знаменитом «Введении в языкознание» пишет, что всё-таки вообще-то функционально следовало бы различать систему музыкального ударения делить на два типа – музыкального слога ударения и музыкального слова ударения. И здесь получается, что Якобсон, выстраивая Евразийский языковой союз, тоже основывается не на тех, может быть, принципах, которые предполагались бы именно функциональным фонологическим анализом. Дальше хронологически посчастливилось мне несколько лет работать над переводом замечательной книги французского словиста и лингвиста Поля Гарда «Ударение», которую мы в 1917 году выпустили на русском языке. Я случайно совершенно ей занялся, и очень счастлив, что она оказалась в моей жизни, и потом довелось познакомиться с профессором Гардом. И, конечно, его книга очень большое влияние оказала на мои взгляды, в частности, вот идея об этом функциональном понимании ударения. Ударение – это не то, что мы слышим, и вообще ведь в фонологии мы занимаемся категориями не теми, которые мы выявляем при помощи инструментального анализа. Мы их выявляем на основании наблюдений за функционированием лингвистической системы. Поэтому ударение – это не то, что мы слышим в качестве более громкого или более высокого слога. слога – это должно определяться как некоторый признак, описывая который мы должны использовать понятие протяжённого отрезка. Не одной фонемы, которая характеризуется дифференциальными признаками вот в этой данной точке, а некоторого комплекса, некоторой структуры. Этот признак будет характеризовать именно структуру, а не составляющую её части. И тогда можно было бы сказать, что ударение, если описывать его не чисто фонетически, не инструментально фонетически, а функционально, ударением следует называть любой признак, который относится к такой единице, как фонологическое слово. То есть некоторому комплексу минимальных единиц. И ударный слог – это тот, от которого отсчитывается контур этого слова. То есть это не именно вот этот слог интересен нам, а интересно, как при наличии ударения или, так сказать, конфигурации, как мы эту конфигурацию должны характеризовать, какой параметр нам важен для того, чтобы построить акцентный контур. У Гарда замечательные примеры приводятся именно в пользу этой функциональной трактовки. Но известные случаи с японским ударением, который на слух может быть иностранцами, естественно. Мы говорим не о языковом сознании носителя, который действительно фонологические категории родного языка выделяет, а вот о возможности или, скорее, невозможности при помощи инструментальных наблюдений или при помощи наблюдений слухом иностранца выявить категории иностранного незнакомого языка. В японском языке в глаза бросается повышение тона на первом слоге, и оно всегда происходит, но плато вот этих высоких слогов может быть на протяжении всего продолжения слова до конца, а может закончиться в каком-то месте. И для того, чтобы акцентный контур слова описать, нам нужно знать не где оно начинается, не то место, где мы слышим его невооруженным ухом, а то, где оно кончается. Нам важно знание о конце этого плато. Получается, что, может быть, наш слух иностранца не очень реагирует на это понижение где-то там, он привык реагировать на повышение, но функционально, с точки зрения системы японского языка, важен тот слог, который не на слух, опять же, выявляется. Известна интерпретация гарда сербо-хорватского ударения, как находящегося не там, где привычно, мы его со времен Караджича обозначаем. Ну вот, литовский закон де Сосюра тоже может быть проинтерпретирован подобным образом, потому что, ну, он состоит, как всем известно, в том, что в некоторую эпоху, как писал Сосюр, ударение регулярно переносилось на последующий слог, когда оно падало на слог с циркумфлексной интонацией, непосредственно после которого находился слог с окутовой интонацией. Но сначала, видимо, это изменение было чисто фонетическим. То есть вот в этом, тут, видите, используются разные скобки, квадратные скобки фонетической транскрипции традиционно. Сначала у нас красным обозначен перемещение пика интенсивности или вот фонетической вершины слога. Оно было у нас на первом слоге. То есть сначала изменяется чисто фонетическая реализация, и пока у нас структура слова такая, как она была в момент возникновения этого изменения, то есть последний слог долгий окутированный, у нас в сознании носителя и в самой языковой системе нет изменения этого места ударения, как диахронического изменения. Потом, после закона Лискина, когда исчезли условия для вот этой фонетической специальной реализации, было переосмыслено место ударения, и в ранка оно стало на конце, а в шарка оно не изменилось, оно осталось там. Это было фонологизацией места ударения. То есть это вот такой процесс, который на самом деле вроде бы напоминает то, что Владимир Антонович восстанавливает для индоевропейской общности, когда тоновые регистровые различия были переграмматикализованы как различия морфем по акцентным характеристикам доминантных и рецессивных. Такое ударение, так понимаемое ударение, которое мы функционально определяем как признак, характеризующий слово целиком, можно было бы назвать макроударением, потому что оно имеет две ипостаси в результате, ну или несколько ипостасей. Нам важно, чтобы оно было описываемо. Как оно физически выглядит, неважно, важно, что оно определяется, исходя из протяжённого отрезка. И тогда сингармонизм, явление характерное для тюркских языков, сингармонизм тогда оказывается таким акцентным признаком. То есть сингармонизм оказывается просто именно одной из ипостасей макроударения. И известно давно, что, то есть это ещё с 19 века идёт, что сингармонизм и ударение родственное явление. Но на самом деле это просто, даже не то чтобы родственное, это просто одно и то же, это то же самое. Следующий, спасибо. Теперь идея, вот дальше развивалось моё рассуждение, что сингармонизм противопоставляет две огласовки. Ну вот у нас есть переднерядный, ну если сингармонизм так называемый по ряду, у нас есть либо все слова переднего ряда и, соответственно, мягкие согласные, либо все слоги, все согласные переднего ряда и, соответственно, согласные мягкие, или все заднего ряда и согласные твёрдые. То есть это не только конститутивная функция, не только характеристика сегмента протяжённого как признак акцентный, но это ещё дистинктивная функция, он различает две огласовки. И тогда это похоже на политоническое ударение, потому что политоническое ударение — это тоже ударение, но двух типов, восходящее и нисходящее, например. Таким образом, подобно двум релевантным способам произнесения ударного слога в литовском с окутом или циркумфлексом, есть два способа произнесения ударного слога в финском, например, с гласным переднего ряда и гласным заднего ряда. И это можно было бы сравнить с контурными тоннами в литовском и с регистровыми тоннами, тембровыми различиями в сингромонистических языках. Да, примеры, спасибо. Ну вот в киргизском у нас противопоставляются, например, два слова «бель» и «бал». Для нашего иностранного уха это различия в разных сегментах, в фонемах, мягкие фонемы, гласные переднего ряда, твёрдые фонемы согласные, гласные заднего ряда. Но на самом деле этот признак принадлежит не конкретным фонемам «бе», «э», «ле», он принадлежит целому слову. И это не конструкт такой фонологический. Известен замечательный пример так называемая орфография Ахмета Байтурсынова, который в 10-е годы ещё XX века предложил именно так и писать, значок специальный ставить перед словом с переднерядным сингромонизмом. Вот здесь он отмечен высоким регистровым тоном, красненьким. Красненький регистровый тон, видите, в верхней строчке. В литовском языке точно так же контурные тоны могут быть представлены, как один из них, кроме всего прочего, маркированный. Это окут, красненькая стрелочка, нисходящая, циркумфлекс, немаркированный. В принципе, он восходящий фонетически. В 70-е годы Виноградов показал, что вообще-то диезность и музыкальное ударение несовместимы, потому что они фонетические характеристики одни и те же используют. То есть это было такое фонетическое объяснение, почему в Евразийском языковом союзе у нас не совмещаются эти две выделенные Якобсоном характеристики. Но на самом деле фонологически или функционально они не совмещаются, просто потому что, опять же, это одно и то же. Сингармонизм и полиакцентность — это одно и то же. Она не может быть дважды вроде бы в одном и том же языке. И эта идея тогда приводит к некоторым вопросам, которые можно было бы дальше разрабатывать. То есть сингармонизм получается, возможно, описывать примерно в тех же категориях, в которых описывается ударение. У Гарда выделен так называемый германский тип свободного ударения, когда ударная морфема всегда совпадает с морфемой, создающей акцентное единство или создающей фонологическое слово. В сингармонистических языках корень всегда является таким морфологическим элементом, который задает тон, как писал реформатский, всему слову. То есть это аналог германского типа традиционного ударения. Следующий вопрос о скрытых тонах. Ну вот мы знаем, что в литовском языке только под ударением проявляется тон, которым обладает морфема. То есть она им обладает скрытым тоном, но когда попадает в ударную позицию, этот тон становится ощутимым. Но в сингармонистических языках корневая морфема при этом всегда ударна. Её регистровый тон всегда выражен, то есть они оказываются отличными в этом. Следующий вопрос. А, ну на самом деле, так, да, третий. Следующий вопрос. Тип тонусин гармонистически ударного слога очевидным образом отражается на реализации безударных слогов. Все слоги оказываются либо диезными, либо недиезными. В политоническом ударении, думаю, что такое бы вот какой-то аналог этому найти, что мы по ударному слогу знаем, как будут выглядеть безударные, знаем ли мы это. И на самом деле, действительно мы это знаем. Ну вот я тут цитирую некоторые описания, например, скандинавских языков, хотя Вадим Борисович Косевич не занимался ими сам, но он опирается на исследования. И известно, что исходя из простодических характеристик ударного слога, можно предсказать простодический облик остальных безударных слогов. То есть мы помним вот эту вот идею, что нас интересует не место ударения, нас интересует акцентный контур на самом деле. Ударный слог — это только тон, из чего исходя мы можем понять, как выглядит акцентный контур всего слова. В сербо-хорватском идея гарда, которую тоже мы уже упоминали. В жемайцком, я вижу, Петя, что вы смотрите на часы, скоро заканчиваю. В жемайцком замечательная есть закономерность, что фонетически, не могу произнести жемайцкие примеры адекватно, но фонетически у нас ощущение, что ударение в дательном падеже множественного числа на окончании, ширидим, а в инструментале, в инструментале с множественного числа ударение на корне, ширидим. Фонологический анализ, который Гердянисом проведен, и, в общем, с ним можно согласиться, на самом деле предполагает, что эта фонетическая реализация зависит от того, какой тип акцента у нас, какой тип политонического ударения на последнем слоге. То есть фонологически ударен последний слог, а фонетически мы слышим ударение в разных местах. Значит, опять же, фонологическое ударение, тип его, позволяет нам указать, как выглядит контур слова. То есть это нормально. В этом смысле сингармонистическое ударение и политоническое ударение тоже сходятся. Четвертый, конечно, возникает вопрос о маркированности, его тоже можно рассматривать. У нас циркумфлексные слоги для болтославянского немаркированные, для финских, например, языков получается, что диезные, то есть переднеязычные слоги немаркированные, исходные, что немножко странновато, да, и вообще-то это не очень сходится с частотностью, например, переднерядного сингармонизма и заднерядных сингармонистических комплексов. Пятый вопрос. Вопрос о совмещении разных типов акцентных систем. В киргизском у нас есть, кроме небного сингармонизма, еще и губной сингармонизм. То есть есть повышение диезность-недиезность, и есть понижение, наоборот, бемольность-небемольность. Ну вот тут приходится мне вспомнить, опять же, реконструкцию нашу индоверопейскую. Вот Леонард Георгиевич Герценберг, мой научный руководитель в свое время, этим меня, в общем-то, и очаровал, и акцентологические исследования мои с этого и начались, что он рассказывал о идеях Соломона Давидовича Констанельсона и Владимира Анатольевича Дебо, о том, что вот у нас есть сильные и слабые акценты, у нас есть окутый циркумфлекс, то есть совмещается несколько признаков в одной акцентной системе. И опять же, получается, и в сингармонизме, и в политонических системах такое возможно. Пожалуй, я не буду дальше что-то комментировать, перейдем вот через несколько слайдов. Петр Михайлович, пожалуйста, еще. Там до слова конфигурация. У Якобсона получалось, что он объединяет, как писал Поливанов одной краской, сингармонистические языки и языки с фонемной корреляцией по твердости и мягкости, для него это одно и то же. Полиакцентные языки, то есть балтийские, и тонновые языки, типа вьетнамского или китайского, для него это одно и то же. Но вот Поливанов усомнился в этом, и мне кажется, что действительно, следующую нажмем кнопочку, нужно бы сделать реконфигурацию на фонологических основаниях. И тогда у нас сингармонистические языки будут не похожи на языки с фонемной корреляцией, а похожи как раз на полиакцентные языки. А языки с фонемной корреляцией, может быть, будут тогда похожи на тонновые языки. Ну вот, это я хотел вас спросить, получается ли. Так, спасибо большое. Начну с самого важного. Ну, я практически ни с чем не согласен, но в данном случае я спорю не с вами, а скорее с Эйкапсоном, который, в общем, ну, это как бы мое мнение о Эйкапсоне как бы усугубляет, потому что я давно за ним это знаю, это обобщение, которое полезно скорее своей провокационностью и изобедомой ложностью, чем каким-то серьезным вкладом собственного в науку. Это скорее такое как бы хулиганство, которое, опять же, всем нам нравится, пока мы находимся в таком постмодернистском дискурсе, как сейчас говорят. Так вот, самая фундаментальная несовместимость якобы синхромонизма с политональностью это смехотворное утверждение, потому что японский, ну, в частности, древнеяпонский, это синхромонистический язык, или там, ну, как мы его реконструируем, ну, это уж точно язык синхромонизмом, или древнеторейский, в котором прекрасно существует политональность, причем такого ядренящего, ну, как сказать, латышского, скорее, типа чем литовского, когда у нас на каждом слоге есть тоны, из них там возникает потом ударение, там, ну, разные преобразования платформ, и при этом есть синхромонизм, который сложным образом потом преобразуется и разрушается. Если у меня есть еще, или я кого-то, да, значит, ну, я коротко тогда скажу, что, значит, по поводу, по поводу, ну, закона де Сассюра, что до какого-то момента, пока это было там нефонологично, это не ощущалось, это не могло не ощущаться, потому что ударение это было признаком любого слова, оно приместилось в каком-то классе слов, но в других-то классах слов оно осталось на своем месте, и носитель продолжал оперировать словами, ну, словоформами, имеющимися на них ударением. У нас ударение существует само по себе, у нас есть разноместное ударение литовское, и одновременно с ним латышского типа политональная система, которая в одном месте у нас ударение перескочило, по закону де Сассюра, со соседнего ДА, но в других-то оно осталось, если у нас был акут плюс акут, оно могло иметь два варианта ударения, там циркумфлекс плюс циркумфлекс два варианта ударения, то есть у нас устранено было некоторое различие, да, у нас в словах, где был циркумфлекс плюс акут, потеряли способность быть ударными на первой, ну, на слоге, на предыдущий слог, но не более того, ударение при этом осталось, это не может не ощущаться, как фонологическое изменение у нас. Ударение было и есть, и до сегодняшнего дня оно фонологическое, и то, что это происходит. Спасибо. Наверное, мне нужно дать время отвечать тоже на какой-то момент. Насчет того, что на периферийных, или, так сказать, в некоторое, к сожалению, продолжительное, но переходные периоды, возможно, разные совмещения акцентных систем, вот как раз пятый вопрос об этом и был, да, в киргизском у нас тоже два типа сингармонизма, то есть в некотором смысле совмещается и сингармонизм, и полиакцентность, если мы сингармонизм считаем этой же полиакцентностью. То есть, конечно, у Якобсона это разложено вот именно на такие жесткие категории для такой эффектности, действительно он умел эффектно выступать и писать, но так как функционально оказывается, что и сингармонизм, и полиакцентность явления ипостаси одного и того же, то совмещение их, в принципе, возможно, да. То есть эти реконфигурации, она не в том смысле, что только в таком виде может быть, но на самом деле получается, видимо, что и так, и так неверно, или и так, и так верно, вот когда мы говорим о разнообразии языков, типологическом, да, смотря, что мы сближаем, смотря какие категории мы сближаем. Если на фонетических основаниях, то у нас получается одна конфигурация, если на более функциональных, она получается немножко другой. Вот. Ну вот, а совмещение действительно, это есть один из вопросов, как оно возможно, и во что оно развивается дальше. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...